Здравствуйте! На канале ФКТ время новостей. О событиях среды 26 октября вам расскажут мои коллеги и я, Инга Габеши. В Сочи выбрали новых почетных граждан. Решение принято на сессии городского собрания. Пошла за грибами, а вернулась со спасателями. Сотрудники МЧС помогли пожилой сочинке, повредившей ногу в лесу. Башню-флагшток «Дружба народов» построят в Сочи в 2017 году. Сегодня на курорте прошла встреча авторов проекта с главой города. Кубок Содружества разыграют в Сочи. На курорте стартовала серия турниров по хоккею среди детских команд. Миньямин Кондратьев принял участие в заседании правительственной комиссии по региональному развитию. Она прошла в Москве под руководством вице-премьера Дмитрия Казака. Основной вопрос – формирование региональных бюджетов. Проект главного финансового документа Краснодарского края внесен губернаторам на рассмотрение кубанскими парламентариями. Будущий бюджет снова планируют на три года. Он останется социально ориентированным. На сферы здравоохранения, образования, культуры заложены 70% расходов. Проект краевого бюджета будет обсуждаться на публичных слушаниях. Завтра президент России проведет рабочий день в Сочи. Владимир Путин примет участие в заседании дискуссионного клуба «Валдай». 27 октября глава государства выступит в дискуссии на тему контуры завтрашнего мира. В Сочи президент прилетит из Ялты, где проходит форум Увчероссийского народного фронта. В заседании клуба в этом году принимают участие более 130 экспертов из 35 стран. По словам организаторов клуба «Валдай», встреча стала необходимой площадкой, на которой эксперты попытаются разобраться в военных конфликтах на Ближнем Востоке и Сирии, в финансовых и экономических трудностях Европы и санкционной политике государства этого региона. А также обсудят миграционный кризис и угрозу со стороны терроризма. В Краснодарском крае назначили командующего войсками Национальной гвардии. Им стал генерал-лейтенант Сергей Власенко. Губернатору региона его представил первый заместитель главнокомандующего Росгвардии Сергей Меликов. Непростой регион. Это и приграничный регион, это и порты, курортный регион. В сезон прибывает до 15 миллионов отдыхающих. Это усиливает нагрузку в целом на весь правоохранительный блок. И все вместе выполняем задачу, которую перед нами ставят непростое, как я уже сказал, время. Поэтому очень важно, чтобы и органы, и прокуратуры, и полиции, и Федеральная служба безопасности, и сегодня Национальная гвардия, на которую сегодня отчасти и народ возлагает особые надежды, в частности наведение порядка в целом, я считаю, что сегодня вот это взаимодействие, в том числе и всего правоохранительного блока с Национальной гвардией, даст вот тот результат, который сегодня так и ожидаем нашим населением, нашего региона. Собственно говоря, сегодня территориальные органы Национальной гвардии больше задач и функций будут выполнять на земле, именно на территории. Это охрана общественного порядка в повседневном режиме, это охрана объектов, это охрана порядка при проведении массовых мероприятий, в том числе многочисленных футбольных матчей. И мы сегодня тоже по-особому относимся к Кубани, абсолютно вас поддерживаю в тех задачах, которые вы определили для края, вот сейчас перечислили. У нас только четыре созданных главных управления из категории руководителей генерал-лейтенант. Вот это Москва, Санкт-Петербург, Ленинградская область, Московская область и Кубань. На встрече присутствовал атаман кубанского казачьего войска Николай Далуда. Обсудили взаимодействие казачества и Национальной гвардии в Краснодарском крае. В ведомстве заявили, что готовы к сотрудничеству. Казачество – это те, которые среди народа, которые должны полицейского на каждую улицу не поставить. А вот казака, по большому счету, там, где он живет, пусть и смотрит, контролирует. Ну почему? Мы не ради парадов казачества сегодня пытаемся сделать таким. И не паркетные нам нужны казаки, и не только что форму носили, а чтобы реально смотрели за жизнью. В своих хуторах, станицах. Потому что это сегодня необходимо. Мы очень хотели бы, чтобы сегодня Национальная гвардия, вашим лицей или управление по Краснодарскому краю максимально активно взаимодействовало с казачеством, с кубанским казачьим войском, цель выполнения вот этих самых функций, о которых я тоже что-то сказал. Потому что вместе они дополняют друг друга и создают реальную силу, которая сможет поддержать социальную стабильность. Мы понимаем важность края, и что сегодня, ну, скажем так, нет времени на раскачку. То есть надо было делать все активно, быстро, думчиво и оперативно. Вот, полагаю, уверен, что войска Национальной гвардии в своей задаче справятся, и мы найдем все точки взаимопонимания, отношения выстроим, в том числе с силовыми блоками, другими. Вот, и, безусловно, вот, с казачеством, как одной из основных сил, которая влияет и на охрану порядка. Вениамин Кондратьев предложил ввести начальника нацгвардии по Краснодарскому краю Сергея Власенко в состав антитеррористической комиссии и оперативного штаба региона. Галина Моисеева, телекомпания «ФКТ». В Сочи состоится Всемирный зерновой форум. Он пройдет с 18 по 19 ноября. Впервые форум состоялся в 2009 году в Санкт-Петербурге по инициативе и при участии президента России и стал крупнейшим деловым событием зернового рынка и авторитетной площадкой для обсуждения вопросов глобальной продовольственной безопасности. В работе второго форума планируется участие почти 2,5 тысяч человек. В том числе прибудут официальные делегации более 50 иностранных государств, руководители международных организаций и финансовых институтов, представители крупного российского и иностранного агробизнеса, ведущие мировые ученые и аналитики. Деловая программа форума направлена на решение вопросов глобальной продовольственной безопасности в условиях ограниченности земельных и водных ресурсов, снижение плодородия почвы, изменение климата, а также активизацию международного сотрудничества в период экономического спада. На соцподдержку кубанцев направят дополнительно свыше 2 миллиардов рублей. Главный финансовый документ Краснодарского края на текущий год претерпел изменения. О корректировке в сторону увеличения дохода внесены депутатами в ходе очередной сессии ЗАГС Собрания. За счет дотации с федерального бюджета, субсидий и субвенций, доходы краевой казны возросли на 3,5 миллиарда рублей. Как пояснил министр финансов края Сергей Максименко, основную часть дополнительных средств предполагается направить на реализацию 11 государственных краевых программ. Согласно поправкам, на программу развития здравоохранения дополнительно предусмотрено почти 234,5 миллиона рублей, а на развитие образования прибавится 313,5 миллионов рублей. Также предполагается увеличить ассигнование на ежемесячную выплату при рождении третьего ребенка или последующих детей до достижения возраста трех лет. На эти цели будет дополнительно направлено порядка 630 миллионов рублей. Министр добавил, что вырастут и расходы на единовременное пособие при рождении ребенка и меры соцподдержки по оплате проезда отдельным категориям граждан. В целом на госпрограмму социальная поддержка граждан дополнительно пойдет 2 миллиарда 80 миллионов рублей. В Сочи выбрали новых почетных граждан. Решение принято на сессии городского собрания. Кроме того, было рассмотрено еще 16 вопросов основной повестки дня. Подробности у Елены Овсециной. На сессии по решению депутатов городского собрания Сочи земельные участки из муниципальной собственности были переданы в федеральную. Это касается, например, участка земли санаторию Искра. Девятая горбольница перешла в собственность края. Сегодня депутаты также внесли изменения в бюджет города. Были распределены 50 миллионов рублей. Бюджет – это текущие наши вопросы, которые есть. То есть у нас поступают средства, особенности это сейчас в конце года. В конце года это субвенции краевые, целевые, субвенции, которые передаются нам. И мы их обязаны срочно внести в наш бюджет. В основном направлены на вопросы благоустройства, связанные с ремонтом жилья. Это самые крупные суммы, которые там были. Потому что у нас начинается ремонт, наконец-то начинает работать программа по капитальному ремонту. И подлежит ремонту, началу ремонта в этом году 47 многоквартирных жилых домов. А в перерыве народные избранники, привыкшие, что выбирают их, сами подходили к урнам. Сегодня они голосовали за претендентов на звание «Почетный гражданин города Сочи». Ими в итоге стали бессменной ведущей КВН Александр Масляков и олимпийская чемпионка Елена Веснина. И вот наша сочинка Елена Веснина получила эту награду. Я это делаю вдвойне с радостным чувством. И как сочинец, и как человек, который любит играть в теннис. К тому же вот на прошлой неделе стал членом правления Федерации тенниса России. Надеюсь, что это все поможет развитию тенниса в нашем родном городе. Присутствовали сегодня и два депутата Государственной Думы Константин Затулин и Алексей Воевода. Как стало известно, они планируют теперь принимать участие в каждой сессии городского собрания, чтобы быть в курсе городских инициатив. Елена Авсицына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Сочинский водоканал объявил об амнистии. Она коснется должников. Льготные условия погашения задолженности действуют до 31 октября. В случае, если абоненты погасят задолженность до конца этого месяца, Сочинский водоканал спишет пени. Как говорится в сообщении компании, это поможет должникам существенно снизить риски по неоплате задолженности. А это и судебные издержки, и затраты на введение ограничения подачи услуг, и отрицательная кредитная история. Если абонент не может погасить весь долг сразу, на предприятии готов рассмотреть индивидуальную схему рассрочки. Льготы действуют только до конца месяца. Уже с 1 ноября нужно будет оплатить не только долг, но и пеню. Мотивом убийства мужчины, совершенного в Адлере в минувшее воскресенье, могла стать личная неприязнь. Об этом сообщили сегодня в Следственном управлении Следственного комитета по Краснодарскому краю. Напомню, убийство 39-летнего мужчины произошло вечером 23 октября в районе улицы Урожайной в Адлере. Тело с шестью огнестрельными ранениями обнаружили местные жители. А накануне убийца явился в полицию с повинной. Убийцей оказался 30-летний уроженец Абхазии Владимир Джан Сузян. Сейчас рассматривается вопрос об избрании меры пресечения. Расследование уголовного дела продолжается. Возможный мотив преступления, отметили в Следственном управлении по Краснодарскому краю, это личная неприязнь. В Сочи местный житель предстанет перед судом по обвинению в надругательстве над мальчиком. Следственным отделом по Адлерскому району города Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении 46-летнего местного жителя. Он обвиняется в совершении насильственных действий и сексуального характера в отношении потерпевшего, не достигшего 14-летнего возраста. По данным следствия, в августе этого года мужчина находился в общественном туалете, который располагался на первом этаже одного из торговых центров. Увидев в одной из кабин мальчика, обвиняемый зашел к нему, закрыл за собой действие и решил в отношении малолетнего насильственного действия сексуального характера. Походу в исследовательстве на период следствия в отношении обвиняемого было изданное мероприятие в виде заключения под стражу, она действует по настоящее время. Добавлю, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором, обвинителем заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Добавлю, что следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным прокурором, обвинителем заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. К другим новостям. Пожилую сочинку из леса пришлось вывозить спасателям. Накануне в спасотряд позвонила женщина и сообщила, что ее мама, собирая грибы в районе села Измайловка, упала и повредила ногу. Самостоятельно передвигаться дальше она не может. Приехав на место, спасатели оказали женщине доврачебную помощь. Медик сделал обезболивающий укол и наложил шину. После этого спасатели транспортировали 72-летнюю сочинку на носилках к автомобилю, вывезли ее из леса и передали врачам скорой помощи. По предварительному диагнозу у женщины перелом голеностопа. А сегодня спасатели помогли мужчине, упавшему в русло реки Сочи. Сообщение сотрудников скорой помощи поступило в половине второго. Врачи рассказали, что в районе Краснодарского кольца с парапета в русло реки Сочи упал мужчина. Медики оказали пострадавшему необходимую помощь, но самостоятельно поднять его не могут. Спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустились к пострадавшему и на жестких носилках подняли его к дороге. В результате падения мужчина получил открытую черепно-мозговую травму головы. Его доставили в городскую больницу номер 4. На данный момент личность пострадавшего не установлена. Продолжаем. Башню «Флагшток. Дружба народов» построят в Сочи в 2017 году. Пока эта дата ориентировочная, масштабный проект должен еще пройти согласование в Минстрой страны. Ну а сегодня в Сочи прошла уже вторая встреча авторов проекта с главой города Анатолием Пахомовым. Расскажет Ольга Десятого. За круглым столом архитекторы, разработчики, авторы и идейные вдохновители проекта «Башня «Флагшток. Дружба народов». В их числе известный телеведущий Николай Дроздов. Позади четыре года разработки проекта. Впереди сложный этап реализации. Вот так будет выглядеть башня. Место уже выбрано въезд в Олимпийский парк. Идея построить такой грандиозный объект и сама идея «Башня дружбы народов» очень символична для города, отметил Анатолий Пахомов. То, что в городе Сочи, в городе посланцы мира, в городе, где действительно большое количество жителей, которые представляли Советский Союз, по большому счету Сочи – это маленький СССР, это очень правильное решение именно здесь сделать башню дружбы народов. Башню будут строить только на средства частных инвесторов, подчеркнули авторы проекта. Ни копейки, ни из городского, даже ни из государственного бюджета федерального не будет. Это все делать на средства частных инвесторов, которые, просто имея какие-то свободные деньги, считают, что чем просто вложиться в очередной ресторан или в очередной строительство жилищных, сделать что-то, о чем будут потом говорить. Смотровая башня станет не только объектом показа для туристов, но и будет выполнять культурно-образовательную функцию. Предварительно мы можем сказать, что там будет и музей дружбы, и, возможно, национальной кухни, возможно, там будут и какие-то мировые спортивные достижения, как спорт разных народов, национальные виды спорта. К 10 декабря в Сочи будет представлена концепция проекта. Позже он пройдет процедуру согласования в Минстрое страны. Ориентировочно башню в Олимпийском парке построят в 2017 году. Ольга Десятого, Демитр Даниловский, телекомпания ФКТ. И к сказочным новостям. В Сочи парке уже завтра начнут праздновать день рождения Бабы-Яги или Хэллоуин по-русски. С 27 октября по 6 ноября парк будет совмещать два варианта программы. Добрый праздник, день рождения Бабы-Яги в светлое время суток и классический хоррор Хэллоуин по-русски после заката. Гостей ждут 15 тысяч тыкв, эффектные фотозоны, Тесла-шоу, Франкенштейн, магия повелителя тьмы, бал Дракулы, сразу три лабиринта страха и другие ужасно интересные развлечения. Кубок Содружества В Сочи в регионе получил массовое развитие лишь после Олимпиады. Теперь же с таким регулярным турниром, уверены организаторы в Краснодарском крае и в Сочи в частности, хоккей будет дан весомый толчок. Вместе с тем Кубок Содружеств призван реализовать еще одну идею – объединение многонациональной страны в многонациональном городе Сочи. Такой был лозунг «Спорт от и мир», да, «Спорт мир». Председателя Совета национальных объединений города Сочи, председателя организованного комитета турнира Александра Михайловича… Таким турниром – это есть превентивная работа, внедрение маленьких людей, которые ходят в большую жизнь, в межнациональную и национальную дружбу. Мы считаем, что это даст свои положительные плоды. Дружба между регионами, между странами, между разными народами, она начинается вот с детей. Если дети будут друг друга чувствовать, если они будут в каком-то деле вместе, то и многих бед на нашем посольском пространстве, мы надеемся, и не будет. Сочинский Кубок Содружества уже можно назвать международным. В прошлом году в турнире участие принимали хоккеисты из Казахстана и Белоруссии. Скрестить клюшки с ровесниками на Олимпийском льду планируют спортсмены из Китая, Армении, Латвии, Словакии и Чехии. С этими странами сегодня ведутся переговоры. В стартовавшей же осенней серии турниров среди детских команд главный приз Кубок Содружества разыграют команды из 16 регионов страны. Среди них и младшие товарищи основных клубов КХЛ. Это хоккейные клубы «Сибирь», «Амур», «Адмирал», «Русь». Вернулась в Сочи и Югра – бронзовый призер прошлогодних соревнований. Кубок, конечно, я думаю, каждый из команд хочет завоевать. Но самое-то главное все-таки, чтобы цены психологически были настроены. Если у них это получится, то я думаю, они его завоюют. И они с помощью таких турниров растут. Как будто бы мы играем последнюю игру на льду. И мы должны так хорошо играть, чтобы не обороняться. Мы приехали, чтобы показать наши силы и чтобы занять первое место. Как известно, трус не играет в хоккей. Поэтому все спортсмены, несмотря на юный возраст, готовы проявить все свое упорство и мастерство. На это у них целая неделя. Заветный Кубок Содружества над головой поднимет одна команда. Но, как обещают организаторы, всех остальных ждут поощрительные призы, а также специальный приз главы города Сочи. В условиях современной жизни от стрессов не избавиться. Тяжелое пробуждение по утрам, усталость, раздражительность, боль в спине, в сердце или суставах. Все это признаки того, что необходимо срочно заняться своим здоровьем. Помочь в этом сочинцам готов санаторий знания. В одном из ведущих санаториев курорта гарантируют всего 3-4 дня, и вы будете бодры и оптимистичны. Курс на 4 дня позволит сохранить этот эффект 2-3 месяца. Неделя в санатории позволит запастись здоровьем и жизненной энергией примерно на полгода. Курс на 14 дней даст запас сил на год. Достигается это с помощью лечебных методик, разработанных курортологами. Это массажи, ванны, термальные процедуры, магнитная и лазеротерапия. И все это по уникальной стоимости. 2400 рублей в сутки, включая проживание, питание, бассейны, лечебные процедуры. Специально для жителей и гостей Сочи санаторий знания проводит 31 октября день открытых дверей. Можно будет ознакомиться с лечебной базой, номерным фондом, увидеть вечно зеленый дендропарк и получить всю важную информацию. Начало в 15 часов. Ну и на сегодня все. Заканчиваем выпуск информации от наших партнеров. Сеть салонов ткани для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное белье и пошивштор на заказ. Ну а все новости уже на нашем сайте. В студии была Инга Габешия. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.